Согласитесь, что не все занимаются такими видами спорта, как футбол, волейбол или хоккей. Да и многие в принципе не понимают идею гонять туда-сюда что-нибудь круглое. В этом выпуске мы собрали набор необычных видов спорта, по которым даже проводятся соревнования. Усаживайтесь поудобнее, сейчас мы разберем, как играют в хоккей под водой, перебрасывают мяч через сетку, прыгая при этом на батуте, и как получают денежные вознаграждения за ныряние в воду с животом. Баутаоси Он же Баутаоши, что дословно переводится как «повали столб». Это японский вид спорта, чья история начиналась еще в середине 20 века. Сперва это была игра, придуманная специально для учащихся Японской военной академии обороны. Целью создания игры было воспитать у учеников навык воли к победе и научить атаковать быстро. Есть также мнение, что данный вид спорта был придуман в период беспорядков в Японии, чтобы курсанты были к ним готовы морально и физически. Особой популярностью и по сей день игра пользуется в Национальной академии обороны Японии. Каждый ноябрь, в день создания учебного заведения, академия устраивает соревнования по ботаосе, в которой участвуют команды по 150 человек каждая. Игра предполагает наличие двух команд, участники которых делятся на нападающих и защитников. Задача нападающих – повалить столб противника, ну а защитников помешать первым. Есть здесь и такой игрок, как Ниндзя. Он находится на вершине столба и наклоняет его в противоположную сторону, если противнику удалось немного наклонить его. Победителям признается та команда, которая сумела наклонить столб противников на 30 градусов. Подводный хоккей. На родине у данного вида спорта есть и еще одно название. Октопуш. Возник подводный хоккей в Англии в 1954 году. Тогда Алан Блейк, владелец подводного клуба SubAqua Club, придумал эту спортивную активность для членов клуба, чтобы те могли участвовать в данном виде спорта и в зимнее время года – в бассейне. Сейчас же этот вид спорта входит в состав Всемирной конфедерации подводной деятельности. Первый чемпионат по нему среди мужчин состоялся в 1980 году, а среди женщин прошел в Канаде в 1984 году. Не смейтесь. В России также проводились соревнования по октопушу, и впервые они провелись в 2010 году. Соревнования проходят между двумя командами, каждый из которых состоит из 10 человек. Шестеро участвуют непосредственно в игре, четверо – запасные. У участников в качестве экипировки должны быть дыхательная трубка, шапочка, маска, ласты, перчатки. Цель – забить шайбу, используя для ее передвижения по дну бассейна клюшку. В качестве судей – два рефери, которые также находятся в бассейне в дайверской экипировке, а также один судья на поверхности. Есть также разновидность подводного хоккея более экстремальная – хоккей подледный. Такая игра проходит в замерзшем бассейне. Беллифлоп. Со стороны – самый веселый вид спорта, в котором его участники ныряют в воду с большой высоты животом вперед. Как можно догадаться, из всех он является одним из самых опасных. Задача спортсмена – прыгнуть как можно красивее, а в последний момент сгруппироваться, чтобы максимально безболезненно столкнуться с водой. Судьи оценивают также и время полета. Чем дольше человек находится в воздухе и не сгруппировался, тем выше вероятность победить. Тем не менее, сделать это не так просто, поэтому травмы в данном виде спорта – обычное дело. Отчаянных здесь немало. За победу в соревнованиях можно получить внушительный денежный приз, поэтому так много людей готовы рискнуть. Помимо участников, на такие соревнования приходит и множество зрителей, потому что мероприятие веселое и действительно эффектное. Bossa Ball – командная бельгийская игра, сочетающая в себе сразу несколько видов спорта. Капоэру, пляжный волейбол, акробатику, футбол, даже воздушную гимнастику и трюки на батуте. Разработанная игра была в 2002-2004 году бельгийцем по имени Филипп Эйкманс, проживающим в Испании. Будучи мальчиком, Филипп мечтал стать футболистом. Родители же видели его волейболистом. Дабы найти компромисс, Ейкманс в конечном итоге создал Bossa Ball. Первый турнир, в котором приняло участие 16 команд, прошел в 2004 году в Бельгии. В Bossa Ball принимают участие две команды, состоящие из 4-5 человек. Принцип почти как в волейболе – участники перекидываются мячом через сетку. Но происходит это все на надувном батуте – высота прыжков, на котором может достигать 3 метров. Для того, чтобы принести команде победу, игрокам приходится проявлять чудеса акробатики, а также использовать приемы не только из волейбола, но и футбола. Важно и то, и другое, так как здесь несколько необычная система начисления очков. У волейбольных техник одно начисление, у футбольных другое. Также дополнительные очки можно получить, отбив мяч чем-то еще, кроме руки. Слоган Бассебола – Music and Sports. Поэтому все игры происходят с музыкальным сопровождением, а ответственным за музыку выступает судья. По сути, в этой игре судья еще и диджей. В истории игры есть соревнования, которые считаются самыми экстремальными. Они происходили в Австрии, в заснеженных горах, на высоте 2000 метров. У Бассебола есть штаб-квартиры, расположенные в Испании и Бельгии, а также существуют клубы по данному виду спорта. В Испании, Нидерландах, Германии, Португалии, Кувейте и Саудовской Аравии. Квиттич! Привет всем поклонникам Гарри Поттера! Да, друзья, совсем не обязательно ехать в Хогвартс, чтобы принять участие в игре волшебников. И, кстати, в ней участвовать можно даже маглом. Правила почти те же, что в мире Гарри Поттера, за исключением того, что с метлами спортсмены не летают, а бегают. Правда, в связи с недавним конфликтом Джоан Роулинг, создательницы книг о Гарри Поттере, название игры планируют поменять. Этот вид спорта был воплощен в жизнь в 2005 году в колледже Миддлбери в штате Вермонт. Создали его Ксандер Маншелл и Алекс Бенепе, которые позже стали также первыми комиссарами Квиддича. После 10 публикаций сборников правил, Квиддич превратился в отдельный вид спорта. Начавшись в 2005 году, этот вид спорта вырос до такой степени, что в 2007 году состоялся первый чемпионат мира по Квиддичу, и Миддлбери получил статус лучшей команды. С тех пор ежегодно до 2014 года в Соединенных Штатах проводился чемпионат мира, на котором студенческие и общественные команды соревновались за звание лучших. Друзья, если вам понравился данный выпуск, поставьте ему лайк. Если вы знаете еще какие-либо необычные виды спорта, пишите о них в комментариях. И, конечно, не забудьте посетить наш второй канал о зарубежном образовании – Smaps Education. Там мы рассказываем много всего интересного про учебные заведения в разных странах мира. Субтитры создавал DimaTorzok